Человек 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 До 40-го года Печорский район был весь на ставе Эстонии. В 40-м году, видимо, добровольно, как принято считать, они присоединились, эстонцы, к России. И до 40-го года здесь была Эстония, в 41-м году немцы. Здесь войну не очень почувствовали. Про войну они рассказывали так. Пришли немцы, вернули им землю, которая у них была до 40-го года. Приехало семь немцев на велосипедах, расстелились по дворам. Немцы давали почерной материал, зерно, давали технику и забирали 10-ю часть. Из 41-го по 44-й год вот эти семь немцев жили в семьях, работали на огороде, смотрели за тем, чтобы 10-ю часть отдавали. В общем, жили как... А в 44-м году пришли русские, спросили, есть немцы в деревне? Да, есть. Вот семь человек работают на огородах. Наши поставили туда Катюшу, и 43 снаряда легло на эту деревню. 43 воронки насчитали. Но так как был деревенский праздник, работоспособное население было на праздники на поляне, а погибли маленькие и старенькие. И вот, не помню, дядя Петя рассказал, вот на этой черемухе висела моя мама. Понимаешь? Разорванная. Вот так. А потом мы их хотели высинить вообще куда-то в Сибирь. Часть сет уехала, высинили, часть осталась. Когда пришли в 20-м году эстонцы, власть взяли тоже. По-разному было это принято. И кому было лучше, кому было хуже, как и сейчас. Разные люди живут по-разному, при разных властях. Наш народ вспоминает вот этот эстонский период тем, что они тогда получили фамилии. Раньше их называли по отцу. Альчи тютер, там, Коля тютер, или дочь поик. Ну вот так. А весь год 1921-й во всех властях было принято решение такое эстонским правительством, что дадут фамилии. И в основном люди брали те фамилии, что им было ближе. Лес, метцы, так и назывались. Кто-то на краю оврага был, так и назывался, что орук фамилия. Или там какая-то гора была, или какое-то дерево, там, Ливапу, может быть, много было. Или Эунапу, Яблиновый сад там был. Вот поэтому люди и фамилии-то брали. Ну вот наш дедушка решил так, что он возьмет так, как народ свой называл, сетто. И нам было такое фамилия присвоено. Между тем, русские соседи долгое время и не подозревали, что этот народ именует себя как сета. И называли его людей не иначе, как полуверцами. И на это были свои причины. Сета, в отличие от своих ближайших родственников по языку эстонцев, приняли православное крещение. Но и своего языческого бога Пека они не забывали. И считали, что его ребро хранится в Псково-Печорском монастыре. Народ очень верующий. У меня бабушка говорила, что в нашем костюме ходила Богородица. Бабушка уверяла, что есть икона, где у Богородицы с полку вид на сетовский пояс. Она в церковь ходила все время только в костюме. И похоронить себя тоже велела в костюме. Очень колдовство было в моде. И из-за этого костюм весь состоит из оберегов. Маншеты все очень узкие. Чтобы ничего злого духа, ничего к телу не попало. И от шеи все сокрыто плотно. И вырезки красной каймы все заделано. Это все со щита, все обереги. Украшение у нас тоже оберег. Это серебро, это очищает и отпугивает своих духов. Вот утром в Рождество, вечером нам мать положила наше серебро под подушку. Чтобы мы спали, под подушкой было бы серебро. Утром доставали, ложили в таз фибулу. Туда все серебро и вот с этого таза мылись. И до вечера мама не разрешала, вообще первый день Рождества, не разрешала вообще девочкам бегать по деревне. Что первым всегда в Рождество должен был мужчина в дом ходить. Тогда это к хорошему. Если придет женщина или девочка, то это к какому-нибудь неприятности. Вот это осталось вот с детства в памяти. И я сейчас тоже, у меня тоже сыновья, не внучка есть. И говорю, что вот никуда не ходи, не надо никому заходить. Пока вот пусть мужчина первый в дом войдет. Все время рассказывали, что кто там кому-то на свадьбе колдовали. Вот родственник был, который занимался вот этим нехорошим делом, и подходит и спрашивает, говорит, что я тебе сделаю, чтобы муж полел или чтобы у тебя пелье не отстирывалось бы. Ну вот она говорит, ну ладно, пусть пелье не отстирывается. Бабушка, когда мы раньше, вот маленькие еще были, я помню, шли в лес вот сюда, говорит, вот первые ягоды наберете, сразу киньте куда-нибудь на камень, ну как вот пожертвование. Русские эсета в окрестностях Псково-Печорского монастыря издавна жили бок о бок. Так продолжалось уже больше тысячи лет, значит, финно-угорские и славянские народы смогли найти общий язык. Но, наверное, сделать это было непросто. И виной тому не столько языковой барьер, сколько разница в темпераменте. Это как в семье, где муж сета, а жена русская. Тяжело. Это сейчас я спокойно могу об этом говорить, а первое это время орала как ненормальное. По любому поводу. Ведь вот вы понимаете, что такое, да, вот в России жить, что такое, вот там вот на тебя наступили, накричали, ты в ответ, да, значит. Это ж нормально, правда, общение? Оно и сейчас везде такое. Ну вот скандалю, ругаюсь, слезы бегаю, дверями хлопаю, смотрю, у меня муж лежит на диване, к стенке смотрит, и никакой реакции нет. Ну и в конце концов доходит, что я, в общем-то, сама с собой скандалю-то. Ну вот посмеялась. Он так быстренько, сразу живенько, что, говорит, с ума сошла? Я говорю, нет, просто как-то со стороны поняла, что это смешно. Да, говорит, ничего, привыкаю. Немножко другой менталитет. Может, более разумный даже. С ними очень легко жить, можно не закрывать дом. Я в сельском хозяйстве вообще ноль. Все было заросшее такими бадылями, как местные говорят. Крупной, огромной, сухой травой. Это была весна. Как ее убрать? Ломать невозможно. Все, все было заросшее. Я брал вилы и вилами понизу косил. Вилами. Местные деды подошли и сказали, новый хозяин, вилами косят, интересно, что будет дальше. А дальше был старый сарай. Наполовину засыпан овечьим навозом. Овец в нем не было лет сорок. Представляешь, он съезжался, как камень. Как его вынести оттуда? Я рубил топором его на куски и вывозил на тачке. Деды говорят, вилами косил, навоз топором рубят. Интересный житель. Выросла картошка. Посадили картошку. Я думаю, а как я ее полоть буду? Выдергивать лень. Я заточил лопату и вдоль картошки всю траву срезал. Деды сказали, ну если ты вилами косил, топором навоз рубил и полишь лопатой, иди к нам, директорам колхоза. Вот так и попал. Деды были классные, они многому научили о том, как что делать. Их уже нет, но они делали мне замещание. И вставали сзади меня с косой, брали меня за косу и учили рукой косить, чтобы не было вот этих лаптух, высокая трава. И у них так было принято. Вот они идут с ведрами, так, подходят к твоему двору, ведрами постучат, выходишь, и говорят, Сашка, пошли Петьке картошку копать. Я беру два ведра и иду Петьке копать картошку. И так целый день. Петьке, Надке, Таньке, понимаешь? И вот так вот выкапываем картошку. Целый день на этом поле у каждого, понимаешь? Все выкапывают картошку. А потом приходят ко мне, а у меня две сотки, а их 10 человек. Три минуты картошка выкопала. А я думаю, я бы за пять выкопал, может быть, за десять. А так целый день на картошке мучились, понимаешь? Ну вот все делали сообща. А вот тут сейчас интересная картина появляется. Вот это вот старый сгоревший дом и сарай. И вот сарай эти каменные, мы разбираем, как раз из них и строим-то часовню. Церковь, из них строим церковь, храм. И получается такая метафора, что 70 лет назад эту церковь развалили местные жители. Ну она сгорела, потом ее разнесли камни-то, они же на небо не улетели. Они куда-то расползлись, вот по таким сараям, по хлевам. А сейчас обратно ломаем эти сараи и хлева, которые никому не нужны, и обратно строим храм. И получится вот у нас часовня, церковь своя. То есть ребята, вот помощники, прямо скажем, добровольные помощники из Печорского интерната, говорят, трудные подростки. Какие они трудные? Они золотые. Они, наоборот, легкие. Давай, мир лентяем! Что-то сделать, не надо меня просить об этом. Умой просит, отпуска чувствует где-то лето. Вот эта штука, вот эта вот, это называется червень псковская. Ее есть очень много, вот она, это скрапление, вот звездняк. Это червень псковская. Это пигмент, который Псков в Средние века экспортировал в Византию, в Грецию, для фресок. Посмотри, плюнул и растер. Смотри. И вот растирают, с яйцом перемешивают, и получается краска. Именно пскове он находится, больше его нуждения. Здесь еще полгода назад был просто голый холм. Ничего не было, но у стариков, живущих в деревне, и вообще, как бы сказать, у людей интересующихся историей, были такие знания, что была часовня. В честь Ильи Пророка. Причем была она давно. И даже существует такое поверье, что она стояла на месте, до этого капище было еще, дохристианские. То есть деревня очень старая, имеет многовековую историю. Это деревня Митковица. Все началось с моего друга Митти Шагина, художника питерского. Главного Митька. Ну, Митьки – это творческий союз. Это доброта, это такая искренность, свобода, веселость. Это такая непосредственность детская где-то. Митьки никого не хотят победить. Это главный принцип Митьков. И вот их лидер, их стержень – это Дмитрий Шагин. У него горела дача. Стали искать Мите жилье деревенское, но как-то не цепляет. То дороги нет нормальной, то деревня какая-то некрасивая, то там люди какие-нибудь дурные. Все одно к одному. А он все время бубнил, там, говорит, поехали. Я на карте видел, у него карта 65-го года какая-то, карта старая. Вот я видел там деревню Митьковицы. Мы же Митьки, мы должны в Митьковицы съездить. Мы кружили, кружили, никак не могли найти. Я говорю, наверное, какая-нибудь заброшенная деревня там, может, ее уже нету давно, карта старая. Нет, давай спросим местных. Нашли какого-то тракториста. Говорим, уважаемый, покажи, пожалуйста, здесь есть вообще Митьковица? Да, вот там вот проедешь, вот там поворотик, и туда попадете. И мы когда приехали сюда, мы увидели, какая здесь красота, какая архитектура деревенская, какие хорошие люди здесь живут. Какие-то знаки появились, прилетел орел и начал кружить над этой деревней, вот прямо показывать нам, что вот туда. То есть мы с Митей смотрим, да что ж такое, прямо вот. И когда мы вышли на этот пригор сюда, Митя обомлел, говорит, ну надо ж, какая красота. Я говорю, все, кидай шапку, что здесь будешь жить. Он кинул шапку об землю и сказал, все, вот теперь мы здесь будем. Тут едет Евросоюз, Шенген, все рядышком. Как-то все так уютно, по-домашнему, плюс вот эти святые места. Печорский монастырь. Псково-Печорский монастырь – это святая обитель. Это уникальное место, такое хорошее. Такие там люди. Мы основывались около Печорского монастыря. И те сету, которые живут в Эстонии, они тоже знают, что их народина здесь. Появилась граница, и в один день я осталась здесь, на этой стороне. А сестры остались там. И первое время это было сложно с пересечением. Все не знали, что дальше будет, как будет. Ну вот как сделать лучше, чтобы эти визы дорогие не делать? В нашей семье мать этот дом разделила на одну сестру, на вторую сестру и себе оставила. У них появилась здесь собственность. Значит, визы можно делать полугодовую, многоразовую. И я всегда была этим возмущена, что если родная мать здесь больная, или отец, или сестра, то это не так важно. Важно, если тут какая-то фамина есть, какая-то баня, какой-то сарайчик в собственности. Вот это было важно. Вообще интересный народ, очень самобытный, очень много вот традиций таких. Вот знаешь, в Ильинскую пятницу нельзя ничего с сеном делать. И не делают. Никто к огороду не подходит. Вот нельзя и все. Понимаешь? Почему нельзя, дед? Знаешь, вот когда-то у кого-то, значит, копно снесло в овраг водой. Вот ты представляешь, вот за нами овраг, огромный овраг. Вот в этот овраг лилась как река, и по ней плыли копно. Когда это было, никто не знает. Но это было, и поэтому в Ильинскую пятницу не работают. Я сам по образованию доктор, пришел на работу 1 августа 76-го года. А 4 августа меня послали в командировку в колонию усиленного режима. И вот первый мой прием врачебный выглядел таким образом. Я сел за стол, амбулаторные карты лежат, санитар из осужденных сидит рядом. И приходит осужденный на прием. Ну, у нас как ученик. Здравствуйте, больной, присаживайтесь, на что жалуетесь? А он мне говорит, доктор, вилы чуть коня не нарезал. Я спрашиваю санитара, что он сказал. Он сказал, что плохо себя чувствует, я не до тебя дошел. И вот у меня 10 лет прием был потом, вот в таком духе. Ну, потом я уже настолько привык, что уже обычному больного, не осужденного, я переводил на этот язык и уже понимал, о чем идет речь. Нам все равно было, по какой статье сидит человек, абсолютно все равно. Осужденный, не осужденный. Для нас они были больные, прежде всего. А в зонах на Красный Крест руку никогда не поднимали. Потому что это единственная служба, которая их защищает. Бабуль, я говорю, никто не поверит, что я чищу картошку. Почему не поверит? Сейчас на карточку и все. Вот мы с сыном лежали в больнице, когда вот после одной аварии. Просто я плакал вот в палате, лежал и думал, ну что ж это такое-то? Ну как так? Почему вот я работаю, я стараюсь, я вот все тружусь, а меня все время судьба толкает в какие-то такие нежности. Тут уже разбил вообще машину, единственную дорогую, которая для меня на тот момент была, скажем так, наверное, самой дорогой вещью, самой дорогой покупкой. Сын лежал в соседней палате, ему там его зашивали, меня там что-то зашивали, весь поломанный, в гипсе лежу и просто плачу. Я не могу понять. Кто-то пришел из моих друзей ко мне и притащил мне Евангелие. Говорит, на, читай. А книжек не было, журналов не было, я начал читать Евангелие, ну, Новый Завет. Вот, и читая его, я как-то, ну, понял, что на меня не сходит какая-то благодать. То есть мне стало легче. Мне стало легче, и какие-то дальнейшие события, все. Потом я опять забросил это дело, опять все стало сыто, хорошо, все спокойно, все красиво. После этого произошла вообще жуткая трагедия. Моя невеста в автокатастрофе развивается насмерть. Земля ушла из-под ног, я понял, что что-то неправильно происходит. Тоже прибежал сразу же в церковь. А потом я стал понимать, что не только, когда тебе плохо надо идти в церковь, но и когда хорошо, благодарить-то тоже надо Господа, он же наш отец. Мы же не можем у родителей только просить, мы же должны им что-то и давать. Я сама сейчас вот живу в Новоизборске, там у нас Синская церковь, а я еду в Малы. Потому что там наш приход, там похоронены родители, бабушки, дедушки, и там наш отец Василий. Часть службы ведет на нашем языке. И когда я стою вот на исповедь, вместе со русскими, со всеми, и когда я подхожу, и он начнет со мной разговаривать, и вот исповедь по нашим языке, это трогает, это дрожь по коже идет. И я всегда пытаюсь доказывать, что нас так мало, что еще 50, ну 70 лет, нас вообще не будет, что мы пытаемся сохранить вот эту культуру, вот эту одежду, то, что как бы у нас есть для будущей поколения, потому что нас уже точно не будет. Это уже вот не будет этого народа. Здесь же война польского короля Батория. И тут он Мальской монастырь все-таки ограбил и очень много вывез золота. А когда Баторий умер, ну и псковичи поднялись, богатство где-то зарыто на берегу Мальского озера. Ну, говорили там, что якобы бабка какая-то в грозу, пошла собирать грибы, спряталась от грозы, горшок золота высыпался. Она, значит, сюда-туда напихала, корзину набрала, только хотела опять раскатать гром и какой-то голос, положи на место, не твое. Она бросила корзину и бежать. И все мечтали этот клад найти. Ну, вот этот риндак, значит, собрал всякие карты. Реальный был человек. Место, где он жил, так и называется, у риндака. Дед говорит, он мальчишкой ходил ему копать. Ну, не он один, семьи большие, детей. А он там им копеечки платил, значит, они копали. Где он скажет, там копали. Клада так и не нашли. Но прошло три года. Ну, не сеет, не пашет, ничего не делает. Трава, значит, растет, бурьян, ничего. А он ходит, копает вот эти ямы с мальчишками. Ну, вдруг в один день выясняется. Он вот этот лес, землю, все заложил в эстонский банк. Ну, что потом он отдаст. Но время пришло расплачиваться. А денег-то он так и не нашел, этого клада. Пригорюнился уже до срока, что-то там две недели. Уехал в Сталин, значит, приезжает радостный, всех поет опять. Говорит, мужики, пошел в банк. И говорю, покажите мне вексель. Моя ли там подпись или нет. Цел он у вас, вот мне надо выплачивать. Ему этот вексель принесли. Он его взял и сожрал. На глазах у всех. А этот, значит, а дед-то нашел, говорит, слушай, говорит, а как ты ел-то? Да, говорит, нормально. Только Сургуч не хотел никак туда проходить, что печать-то Сургуч. В стональной генериеве Иша хранится работа Рериха, называется «Погус малый». В 1906 году он со своей женой приезжал сюда. Псков и Сборска, они были здесь. В какой-то экспедиции. Так вот, по его воспоминаниям, он эту картину писал, сидя возле молодого вяза. А по картине видно, что он ее писал отсюда. А молодой вяз, вон он, он уже не молодой, и его молнией срубило. Он был метров 30 высотой. Другого места нет. Вот у него, говорю, Рериховский. Мне здесь нравится, комфортно. А как это может не нравиться? Стоит вглядеться в завораживающие пейзажи Мальской долины, и кажется, будто границы между легендами и реальностью, прошлым и будущим, так же расплывчаты, как очертания земли сета. И тогда легко уподобиться молодому вязу, который прорастает корнями в глубину веков. Самонадеянность современного городского жителя развеивается, как утренний туман. И открывается знание, невыразимое словами, за пределами привычных и жестких идей о том, как устроен наш мир. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова